Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите выпуски. Сгоревшая история. Некогда крупнейшая типография Поволжья превратилась в пепелище. Сухое воскресенье. Как в самарских барах научились обходить запреты? Плоды любви. В самарском зоопарке пополнение в семье крокодиловых кайманов. А вы говорите, хладнокровные. Так не доставайся же ты никому. Самарский дом печати. В прошлом крупнейшая типография Поволжья, а в последнее время бесхозное здание сгорел этой ночью. Семь лет вокруг здания не затухали судебные споры и вот теперь вспыхнуло оно само. Пожар начался в воскресенье вечером, а его последствия ликвидировали весь понедельник. Алина Чемерес была первой на месте событий. Гореть дом печати начал с верхних этажей. Постепенно огонь переместился на кровлю. К счастью, из людей никто не пострадал. Здание с 2008 года не эксплуатируется. Сигнал о возгорании поступил в МЧС примерно в семь часов вечера, но вспыхнул дом печати многим раньше. Здание стояло много лет заброшенным, без охраны. Оперативно сообщить о ЧП просто-напросто было некому. Пожарным позвонили сознательные очевидцы. Как горит дом печати, жители увидели даже с другого конца города. Мы ехали по Кировскому мосту, дым шел. Мы решили съездить посмотреть. Было большое очень зарево, буквально 20 минут назад. Очень много огня было. С Руси было видно даже, что горит все объято пламенем. Стало полыхать крыльяша. Потом окна стали разбиться. С огнем боролись более сотни пожарных. Привлечено было свыше 50 спецмашин. Воду к дому печати подвозили в бойлерах. ЧП сразу присвоили повышенный, третий ранг сложности. Огонь охватил площадь в 3000 квадратных метров. В итоге некогда крупнейшая типография по Волжье этой ночью превратилась в пепелище. Самарский дом печати построен был еще в 60-е. Здесь печатались книги и тиражи центральных и местных газет. Располагались редакции областных изданий. Из государственной собственности активы дома печати вывели в середине 2000-х. Этот факт не раз оспаривали в арбитражных судах. Здание, у которого в результате запутанных юридических споров так и не появился хозяин, постепенно пришло в упадок. Локализовать огонь сотрудникам МЧС удалось только около полуночи. Специалисты водоканала обеспечивают необходимое давление и необходимое количество воды в системе для того, чтобы можно было работать всей техникой, которая привлечена сейчас для тушения пожара. Уже днем здания продолжали поливать водой и спецсредствами, чтобы от возможных искр вновь не разгорелось пламя. Эксперты устанавливают размер ущерба. А в МЧС выдвинули первую версию – поджог. В пользу нее говорит тот факт, что очаг возгорания был не один, а два или три. Если версия поджога подтвердится, в полиции заведут уголовное дело. Алина Чемерис, Сергей Баскин, Максим Гусев. События. А вам дали тепло? Почти зимняя стужа, которую принес в область аномальный октябрь, сделала этот вопрос одним из самых актуальных. В этом году в Самаре отопительный сезон стартовал раньше обычного. Погода наладилась в большинстве школ и поликлиник и в 80% всех жилых домов города. Но когда же все будут с теплом? Ответ на совещание в городадминистрации узнала Марина Кравцова. Батареи радуют теплом. Из 105 городских котельных пока не греют только 6. Три муниципальных заработают уже 12 октября. Еще три ведомственные в ближайшие дни. В начале недели погода наладится и в тех школах и детских садах, куда тепло пока запаздывает. По двум школам работы завершены. Сегодня будем отрабатывать все оставшиеся заведения. Если там будет какая-то проблема, то будем искать технические решения вопросов. Либо на дренаж ставить, либо как на тепло подавать в эти заведения. Отопительный сезон стартовал 8 октября. По сравнению с прошлым годом за четыре дня к теплу подключили почти в два раза больше домов. Такими темпами полностью включить отопление удастся быстрее положенного двухнедельного срока. Осложнить процесс могут аварии. 28 порывов произошло на сетях ПТС. Восстановить повреждения планируют до конца недели. Естественно, мы не уйдем от порывов, пока не выйдем на нормальную циркуляцию. Но этот процесс на сегодняшний день, он совершенно в полном объеме управляемый. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил департаменту ЖКХ контролировать, чтобы теплоснабжающие и управляющие компании добросовест не относились к ремонту. Мне важно положить на динамику. Мы каждый год выделяли деньги на ремонт водов. И управляющие компании, и те, кто у нас взял в аренду, они должны делать ремонты качественными, тем, чтобы снижалось количество порывов. Готовность к зиме проверят по всем фронтам. В городе проведут тренировку. Насколько быстро на снегопады среагируют не только муниципальные службы и управляющие компании, но и промышленные предприятия со своей техникой. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Вывели из подполья. Более 20 легальных автостоянок появится в Самаре в этом году. Долгие годы они работали незаконно. Предприниматели налоги не платили и никакой ответственности не несли. После того, как Олег Фурсов, глава администрации Самары, поручил разобраться с этой, мягко говоря, ненормальной ситуацией, картина стала меняться. Наш корреспондент убедилась, в выигрыше будут и автолюбители, и бюджет. Эта автостоянка на Енисейской рядом со стадионом «Металлург» много лет работала на птичьих правах. Городской земельный центр стоянку легализовал. Здесь поставили забор, нашли арендаторов. Цены не изменились, зато спокойствие прибавилось. Круглосуточная охрана несет охрану данного автотранспорта и следим за благоустройством данной стоянки. Мы с автовладельцами заключаем официальный договор. То есть, если какие-то повреждения случаются, то, естественно, наша организация несет прописанную в договоре ответственности. Придать этому виду бизнеса цивилизованный облик поручил глава администрации города Олег Фурсов. Посчитали, около 180 автостоянок работают незаконно. В среднем ежемесячная плата для автомобилистов за пользование стоянкой – 1800 рублей. Площадка на 100 мест приносит доход 180 тысяч рублей. Если стоянка нелегальная, все эти деньги идут в карман предпринимателям. Они не только не платят аренду, но и не несут никакой ответственности перед автовладельцами. 18 нелегальных автостоянок вскоре заработают по правилам. Еще пять уже легализовали. Только от этих парковок городской бюджет получит солидную прибавку в виде арендной платы – почти 9,5 миллионов рублей в год. На этом мы не останавливаемся, проводим кадастровые работы, подготавливаем дополнительно еще 44 автомобильных стоянки. Все они расположены вблизи улицы Карла Маркса. Результатом дохода этой деятельности будет, ну, как минимум, 19 миллионов в год прибыли для бюджета города Самары. Твердое покрытие, ровный забор, пункт охраны – признаки легальной стоянки. Районные администрации контролируют ситуацию, чтобы сомнительные платные площадки не появлялись вновь. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, События. В понедельник, 12 октября, завершился прием заявок на конкурс, в результате которого будет избран глава Самары. По данным городской думы, документы подали 8 человек. Среди них глава администрации Самары Олег Фурсов, заместитель председателя Самарской губернской думы Михаил Белоусов, представляющий ЛДПР, капитан полиции в отставке Равиль Сафин и Татьяна Карпова, которая в настоящее время занимает должность доцента в Международном институте рынка. Поборются за кресла главы Самары и два пенсионера – Елена Черезова и Александр Новийчук, последним местом работы которого значится Первый республиканский банк. Напомню, документы от кандидатов принимались до 17.00 12 октября. Сам конкурс состоится во вторник, 13 октября. А сейчас коротко о других важных событиях, которые произошли к этому часу. Горячий лед. На очередном матче КХЛ между Тольяттинской Ладой и Братиславским Славаном хоккеисты схлестнулись в рукопашную. Драка произошла в конце второго периода. Лед не поделили нападающие Славана и вратарь Лады. К счастью, темпераментных спортсменов вскоре разняли. Игра закончилась со счетом 2-1 в пользу тольяттинцев. Глава крупного наркокартеля Абдуалий Азимов отправился за решетку. В колонии строгого режима он проведет 16 лет. Два года Азимов скрывался от правосудия, даже пытался покинуть страну. Сотрудники Интерпола задержали его в Международном аэропорту Екатеринбурга. Депутаты губернской думы хотят ужесточить закон о тишине. Сейчас буйных соседей можно оштрафовать максимум на 1000 рублей с человека. Авторы инициативы уверены, санкции нужно увеличить как минимум в три раза. На базе СГАУ будет создан Центр привлечения волонтеров на футбольное первенство планеты, которое пройдет в 2018 году. ВУЗ вошел в список из 15 университетов, отобранных Оргкомитетом Чемпионата мира. Центры привлечения волонтеров будут располагаться во всех 11 городах-организаторах Мундиаля. Внимание автомобилистам! 16 октября на улице Ярмарочная от Арцебушевской до Пушкина вводится режим одностороннего движения. Это связано с дорожным ремонтом. 340 тысяч граждан в Самарской области работали нелегально. Треть из них теперь официально трудоустроены. Такие цифры озвучили представители Самарского областного пенсионного фонда и трудовой инспекции. Отрасли, в которых чаще всего встречаются серые схемы оплаты труда, торговля, общепит и строительство. Профильные ведомства регулярно вызывают на ковер работодателей и разъясняют им, к чему может привести незаконная предпринимательская деятельность. Под пристальное внимание контролеров прежде всего попадают те фирмы, которые либо мало перечисляют денег в пенсионный фонд, либо не делают этого вовсе. Также ответственнее стоит быть и самим работником. Ведь зарплата в конверте лишает их социальных гарантий, больничных и затрудняет получение кредитов. Человек должен получать в районе 15 тысяч рублей, чтобы у него все было нормально с пенсионными накоплениями. Если он получает меньше, значит он попадает в зону риска. Если он вообще ничего не получает, ну сами понимаете, да, то есть не в 60-65 пойдет на пенсию. Сухое воскресенье. Так в народе окрестили закон, который запрещает магазинам после 17.00 продавать алкоголь в последний день недели. Купить спиртной можно в барах и ресторанах, однако выпить его придется там же. Продавец обязан открыть бутылку. Но вот далеко не во всех точках общепита этот закон соблюдают, чему и стало свидетелем Валерия Макарова. Мы реализовали алкогольную продукцию в закрытой таре после 17.00 часов. А у нас пивбар, я думал, он здесь будет. А почему вы не открываете бутылку? Ну если человек сказал по почвам. Мужчина за прилавком факт продажи не отрицает, как и то, что бутылку пива он не открыл, хотя сделать это обязан по закону. Объясняет, думал, что покупатель будет пить здесь, а тот ушел. Согреться спиртным в холодный воскресный вечер можно только в самом баре. Продажа на вынос запрещена. Это правило и нарушили в заведении на улице Дзержинского, 20. В администрацию очень много поступает жалоб от жителей ближайших домов по поводу того, что здесь осуществляется продажа алкогольной продукции в неустановленное время. Также то, что много людей выходит, устраивает под окнами мусор. Хозяин бар от комментариев отказался, но без камер уверял, его заведение местным жителям не мешает и жалоб никто не писал. Мы решили узнать, так ли это на самом деле. Как и все жители, я отношусь к этому отрицательно, потому что я считаю, что недопустимо вообще делать в жилых домах. Это мешает людям. А вы обращались, писали куда-нибудь? Лично я нет, но слышал неоднократно, что бабушки местные частенько этим занимались. Бар зарегистрирован на индивидуального предпринимателя. За нарушение правил продажи алкоголя ему грозит штраф в 7 тысяч рублей. Всем, кто знает о подобных нарушениях, правоохранители советуют не молчать, а звонить по телефону доверия, который вы видите на экране. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Чудо рождения. В Самарском зоопарке пополнение. На свет появились крокодиловые кайманы. По древнему поверью, крокодил, прежде чем съесть свою жертву, проливает слезы. Нашим малышам плакать не приходится. Они хорошо заботятся и регулярно кормят. Подержать в руках пусть и маленького, но крокодила рискнула бесстрашная Марианна Мирная. Три дня и три ночи сотрудники Самарского зоопарка ждали появления на свет новых обитателей – крокодиловых кайманов. Шесть здоровых малышей родились чуть больше месяца назад. В среднем они весят по 50 граммов. Зубастыми и когтистыми они становятся не сразу. Чтобы вырасти в двухметровых гигантов, им нужны особые условия. Как и любому ребенку, чистота – залог здоровья. То есть чистая вода, чистые продукты. Начинали они есть с аквариумных рыб, малька. А сейчас уже едят кусочки куриного сердца или говержего сердца. Смелой и заботливой рукой заведующий акватеррариумом Андрей Бултушко каждый день измеряет и взвешивает маленьких крокодилов. Живут они отдельно от своих родителей. Тоша и Кокоша уже второй год радуют сотрудников зоопарка потомством. Специалисты говорят, что это практически чудо природы. Другим зоопаркам по Волжье многие годы не удается создать настоящую крокодилью семью. Он должен показать свою мужественность, то есть он должен, в качестве очень сильной, громко хлопнуть хвостом. И кроме этого он начинает произносить некоторые такие, скажем так, звуки бурчащие. Ну, что от них в обычной среде, то есть в обычное время не услышишь. Через пару лет, когда можно будет определить, кто из них мальчики, а кто девочки, рептилии направят в другие зоопарки. Этот кайман родился в прошлом году и в нем уже 75 сантиметров. Новорожденным малышам до него, конечно, далеко, но они содержатся в тепле, в уюте и при правильной температуре. Так что в следующем году вырастут не меньше, чем этот красавец. Марьяна Мирная, Григорий Крешаков. События. Фабрика звезд студенческих заработала в Ульяновске. Молодежь со всего Приволжского федерального округа собралась на школу студенческой весны. Среди них и самарцы. Мастер-классы, семинары, тренинги от лучших педагогов страны шли три дня. Вместо экзамена – гала-концерт. О лекциях и занятиях, которые не хочется пропускать, в сюжете Алины Чемерис. Творчество, новые друзья и бьющее через край жизнь. Школа студенческой весны собрала на Ульяновской земле 200 участников со всего Приволжского федерального округа. Это одна из пяти площадок в стране, где ребята вместе творили, мечтали и радовались. Среди талантливых студентов и самарские звездочки. Я занимаюсь поингом, световым шоу. Нашла знакомых, ну, нашла людей, которые тоже этим занимаются. Будем как раз вместе тренироваться, делиться опытом. Школа студенческой весны – уникальная образовательная площадка, где с ребятами работают лучшие танцоры, актеры и музыканты страны. Раскрыть творческие способности, получить невероятные навыки и, возможно, найти свое призвание. В школе студенческой весны никаких границ для фантазии и человеческих возможностей. Все ребята очень серьезно настроены, у всех горят глаза, и все хочется впитывать информацию. И поэтому мне самой хочется максимально отдать. Все, чему научились за три дня, ребята показали на заключительном галоконцерте. Юные артисты и их наставники шутят. Несмотря на осеннюю унылую пору, они всегда живут студенческой весной. Русскому Гауди архитектору Александру Зеленко исполнилось 144 года. В Самаре его главное творение – это усадьба Александра Курлиной, которая по праву считается жемчужиной модерна. Впрочем, Зеленко не только строил, но и занимался просветительской деятельностью. Еще в 1907 году вместе с меценатом Станиславом Шацким он создал в Москве школу «Сеттельмент», что в переводе означает «поселение». В этой школе детей учили отличать красивое от ужасного. Спустя сто лет традиции эстетического воспитания в Самаре возродили. Лариса Шалафаст побывала на уроках прекрасного. У меня уже свет какой-то от человека. А у меня какая-то рыба. Яркие краски, большая кисточка, немного воды и на бумаге уже появляются образы. Эта техника у художников называется «рисовать по мокрому листу». Семен Брынин в изобразительном искусстве не новичок, но таким способом писать картину ему еще не приходилось. Фантазия получается. И так много рисунков, и можно так, если продолжать, то так можно и художником стать. В школе эстетического воспитания занимаются дети в возрасте от 5 до 9 лет. Здесь ребята знакомятся не только с основами рисования, но и музыкального и театрального искусств. Это всего понемногу, чтобы ребенок мог пребывать в состоянии творчества. То есть, чтобы он мог создать какую-то вещь сам. Или это было совместное действие на уроки танца или музыки. Уроки проходят в интерьерах музея Модерна. Ребята знакомятся с историей особняка, биографией его хозяев. А вскоре у воспитанников появится возможность заглянуть в святая святых и кукольного театра. Сейчас договоримся с кукольным театром, чтобы сходить и посмотреть не спектакль, а цеха, где делают кукол, за кулисы попасть, посмотреть, как он работает. Отметок здесь не ставят, как и не выдают дипломов. Правда, в конце года будет экзамен. Поставят спектакль. Какое произведение ляжет в его основу, выберут сами ученики. Когда старость в радость. Самарский дворец ветеранов открывает 15-й творческий сезон. На этот раз поэтическим фестивалям ничто не забыто. Наш корреспондент убедился, стать солистом академического хора можно и на старости лет, и даже не будучи профессиональным певцом. Главное – желание. Они не профессиональные певцы, но к выступлениям подходят крайне серьезно. А все потому, что, признаются ветераны войны, ни петь не могут. Академическому хору уже почти четверть века, но каждый сезон для исполнителей как первый. На этот раз он посвящен творчеству Сергея Есенина. Хочется и радоваться, и хочется и плакать, потому что настолько там глубокие по смыслу слова. И калитку любит, и мама запомнит эту песню, и любимая березка стоит. Все, что любил Сережа Есенин. В Самарском дворце ветеранов пенсионеры могут не только получить социальную поддержку, но и интересно провести время. Вокальные, хореографические, литературные кружки и клубы по интересам. Праздники каждый месяц. Участие в них принимают больше пяти тысяч человек. Это не только какие-то мероприятия. Это в первую очередь общение, которое часто недостает пожилым людям. И вот дворец ветеранов – это такой у них уютный, их второй дом, скажем, где они находят вот эту вот отдушину свою, досуг свой осуществляют. В цепи поколения дворец ветеранов, он как раз занимает, ну, одно из ключевых мест. То есть мы соединяем несколько поколений с тем, чтобы наши ветераны могли передавать опыт жизненный, опыт профессиональный. В следующем году Самарский дворец ветеранов отметит 15-летний юбилей. Творческие коллективы уже начинают подготовку. Шьют костюмы, репетируют новые номера. Юлия Черняева, Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События. Будущие звезды мирового спорта с самарской пропиской. Вот уже второй год подряд в городе проходит футбольный турнир для второклашек. В прошлый раз «Крылья Самары» собрали учеников 72 школ. На этот раз порядка 100. Главная цель соревнований – найти таланты. С юными Пеле и Марадонами познакомилась Лариса Шалафаст. Сильные удары, обманные приемы и пенальти. Все как во взрослом футболе. В финале турнира «Крылья Самары» сошлись лучшие школьные команды города. Уровень у ребят разный. Юные футболисты из 13-й школы за победу борются отчаянно. Но пару мячей пропустили. Когда мы первые сюда отбирались, мы тогда сыграли хорошо, а тут сейчас не очень. Участие в футбольном турнире для начинающих футболистов – не только возможность попробовать свои силы, но и шанс попасть в спортивную школу. На протяжении всего турнира работали специалисты, селекционеры, которые, в свою очередь, смотрели более одаренных ребят. И, естественно, их уже завтра начнем привлекать в специализированные детско-спортивные школы, для того, чтобы они уже усовершенствовали свое мастерство. Детишки, которые наиболее одаренные, они попадают в наш центр подготовки. Это тоже положительно, потому что все-таки одна из задач нашего клуба, чтобы в нашем центре подготовки прошли мальчишки, которые смогли потом в будущем играть в нашем футбольном клубе «Крылья Совета». Турнир «Крылья Самары» организован по инициативе депутатов Гордумы, Администрации Самары и Городской Федерации Футбола. В этот раз заявки на участие подали 100 команд. В планах на следующий год привлечь еще больше юных спортсменов. Не все директора школ внимательно относятся к данному вопросу, а потом сами ребята спрашивают у своих родителей или у учителей, почему команда их школы не участвовала в данном чемпионате. Им обидно. Поэтому я думаю, что в следующем году необходимо, ну, как минимум, еще в полтора раза увеличить количество команд. Лучший результат в этом году показала команда 175-й школы. Второе место у 77-й, на третьем – 92-я школа. Победители получили медали и кубки. Расслабляться футболистам некогда. Подготовку к следующему турниру начнут уже сейчас. Алина Чемерис, Лариса Шалафас, Григорий Пришаков. События. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова